Сейчас едем в гараж, покажем Шишиге ее новый дом Надеюсь, она вообще туда влезет У меня ни разу большой машины такой там не стояло Но в принципе гараж стандартный Я думаю, все будет нормально Ну и как бы важный момент заехать туда То есть тоже надеюсь, что заедем сейчас Что гараж не окажется ловушкой для нее Ну я там покопаю, конечно, сейчас лопатой поработаю Передняя скорость не всегда получается Все, я дома Ну вот, Шишига заехала В принципе, зазорчики такие нормальные Но чтобы, допустим, мне в яму спуститься Конечно, это уже на грани фола Буквально вот такой зазорчик небольшой остается Ну ничего, у меня комплекция, в принципе, позволит, я думаю Забраться туда Ну либо можно ворота открытыми держать Все, начинаем дубасить Масло приходит На днях забираю масло В первую очередь, конечно, масло поменяю Чтобы сохранить мотор в первую очередь Вот, ну а потом пойдет тонировка Бачок умывателя, туманки, шины, ну и так далее по списку В принципе, список будет обширный такой Не знаю здесь, стоит ли тут плакат вообще вешать или нет Или что-то новенькое придумать Какой-нибудь способ Надо же подсчитывать будет Все эти затраты Все события по... Ну, надеюсь, что много у меня получится Своими руками В первую очередь, конечно, сейчас пленку ободрать Чтобы ездить хотя бы нормально Потому что гаишники иногда бывают стоят Чуть ли не на каждом повороте Я стал это замечать Когда я ездил без тонированного лобовика Даже не замечал никогда их Меня останавливали в последний раз Не знаю, может, год назад или два А тут приходится по дворам иногда петлять Ну что ж, посмотрим на днище Как все это дело доехало Первое, что мне бросилось в глаза Вот, посмотрите Вот этот моментик В принципе, никакого дискомфорта я не ощущал по пути Выхлопы мы все знаем, что переделывали Так, по ржавчине Здесь особо, я так понимаю Подвеска большинство запчастей алюминиевая Ну, вот редуктор там небольшой Желтый налег есть Но ничего критичного нету Вот Пыльнички Пыльнички Целенькие Внутренние Наружных Наружных сейчас пока я не вижу здесь Но я думаю, тоже нормально Так, идем Идем назад-назад Здесь вот этот пластик присутствует Небольшие такие вот повреждения есть пластика Но это машина низкая Так, ну в средней части автомобиля уже поинтереснее Уже есть на что посмотреть Например, вот выхлоп, который С нуля считаю Сделали А тут что такое Это что, посылка? Какая-то А, это типа защита, что ли? Типа Тепловой экран? А, получается Там идет проводка Да Ну я не знаю Вроде звуков никаких не издает Эта конструкция Пусть будет пока так Ну прикольно выглядит Я не ожидал Так, дальше Смотрим Получается Лил я декстрон Подливал по трассе Вот с этого соединения капает Вон там все орошено Декстроном сзади То есть Видимо, как по ходу движения автомобиля Но залил я могу сказать Здесь так достаточно Сильно капает За дорогу залил я Полтора литра где-то Декстрона Так что, я не знаю Может Сейчас сильнее начало То есть Здесь какой-то штуцер Либо его подтянуть можно Я, конечно, надеюсь Я просто подтяну И все И нормально все будет Далее смотрим Пожалуйста Вот масляный фильтр Кстати, масляный фильтр я уже заказал Махли Фирма Махли Немецкая вроде Нормальная Тоже немного подкапывает По какой-то причине Так, что тут еще посмотреть-то Интересного Вот здесь тоже масло На подрамнике Но я не могу понять Откуда оно здесь То есть Здесь идет А вот здесь Ну никак не попадет Допустим С фильтра сюда Можно, кстати, это я пролил Я однажды Доливал масло В мотор И у меня там ветер Начал дуть У меня пролилось масло Ну не знаю Буду это дело смотреть Ну вот Ну вот То есть Течь такая явная Из-под фильтра Так Подкрылки Получается Вот этот Надо будет 100% Который Веревочкой Рожевой Перевязан Сейчас Вот он Трос Который надо Щелкать Его можно Щелкнуть Пока я здесь Вот с этой стороны Подкрылок Получше В принципе Выглядит Парни Пользуясь моментом Хочу еще Показать Такую дверь Может С Новосиба Или не знаю Или кому-то Даже другого города Надо Вот смотрите С Форика Дверь Просто Я не знаю Кому-то Может что-то надо С нее Мне вот Она вообще Не нужна В свое время Менял я На такой машине Дверь Задняя Правая Дверь Получается То есть Есть ручка Внутренняя Наружная Какие-то Проводочки Может кому-то Что-то надо Может кому-то Жестянку Это надо Если кому-то Что-то пригодится Можете написать Без проблем Сниму И подарю По дороге Был такой момент Что Одно время Отек радиатор Шел пар Из-под капота В принципе Сейчас Если посмотреть То там Все сухо Вот этот радиатор Это кондиционер Но я не знаю Может что-то просто Снег попал Но вот там Внутри То есть Вот здесь Капало По вот этой планке Капли стекали Сейчас нет Такой проблемы Сейчас посмотрим Уровень Кстати Опа Кстати Уровень Это Уровень Надо долить Антифриста У меня вообще Все Здесь Прям Надо Четырешечку Взять Наверное Плеснуть После заезда В гараж Первым делом Я решил поменять масло В моторе То Которое Сейчас Залито Прошло Уже 6 тысяч Километров Я считаю Я считаю Что пора Менять В первую очередь Именно масло Чтобы сохранить Мотор Самое главное Что есть в этой машине Живое Вот Взял такое Маслицо Японское В железной банке Ну синтетика Простая Как бы Сразу скажу Потому что Покупать Там за Четыре тысячи За Четыре литра Канистру Но Если честно Не могу себе позволить Я Решил Заливать Допустим Такое Такого плана масла Но менять его Раз там В пять тысяч Думаю Где-то вот так А фильтр Решил взять Хороший Но не оригинал Но немецкая фирма Махли В принципе Хорошие отзывы О ней Шестьсот рублей Фильтр В итоге И две с половиной Вот эти Десять литров масла Спускаемся В яму Залазим И сейчас Будем менять Это дело Так Но затянут Они очень сильно Так Прижимаем Маслицо Тепленько Опа Пока сливается масло Пару слов скажу Показалось оно Жидковатым Очень надеюсь Конечно Что оно не с антифризом А именно такое Потому что Потому что Мотор прогретый Потому что Мы сейчас ездили Вот Потому что на мотор Очень сильно рассчитываю Как бы Что он Хотя бы в порядке Ну и остальным Даниматься по машине Если конечно Еще и в мотор Лазить То тут конечно Жесть жестяная Получается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому У меня в основной массе Были японские автомобили И с этими картриджами Я дел не имел И тут Получилась непонятка Такого плана Что Вот такой фильтр У меня вылез Я его вытащил Смотрю Все нормально Да Убираю в сторону Достаю свой фильтр Махли Который я купил Вставляю его Начинаю закручивать А у меня не закручивается То есть у меня получается Вот этот фильтр Он больше То есть у меня даже Резьба чуть-чуть накручивается И все Я думаю Фильтр не тот Что делать Заказывал я по Вину Но думал Может быть ошибся Поехал в магазин Значит у нас тут Автоград В Новосибирске есть Такая Как бы Типа рыночек Автомобильный Очень много магазинов В том числе По европейцам Всем автоградам Мы искали Какой мне Фильтр поставить А он еще Видите такой Маленько Подсмятый Я думаю Может какой-то Универсальный стоит Или что Ну в общем Его мерили То есть Пытались подобрать И по размеру И по Коробкам Просто смотрели Ну вот таких Фильтров В общем нету И тут я понял Может все-таки Во мне дело Когда столько Ну реально Магазинов 10 Я прошел И профессионалы То есть Профессиональные продавцы Они не смогли Вообще понять Почему такой Фильтр у меня И почему Он не подходит И вот Решение Загадки Пришел я в гараж Думаю Может все-таки Дело во мне Вот полюбуйтесь То есть вот эта штуковина Точно такая же То есть фильтр Подтекал И скорее всего С этого соединения То есть здесь Чуть-чуть Масло было То есть Там есть еще Одна прокладка В комплекте Да Одна шла На Сливную пробку Одна Идет На Саму вот эту Крышку И вот сюда Прокладочка Маленькая Идет И здесь Все зализано Я здесь Чуть посильнее Залежал Ну никак Вообще Никак не снять Ну а сейчас Предлагаю Послушать Мотор на новом масле Мотор на новом масле Реально Мускул кар Так ладно Сейчас пока проветрим Я думаю Можно глушить машинку Ну вот друзья Вы все Сами послушали Все Сами посмотрели Под машинку Посмотрели Состояние выхлопа Звуки Вообще Какие-то звуки Есть Подозрительные Вот с этой стороны С правой Но вот так Имеем то что имеем Масло поменял Первое дело Сделано Надо устранять Течь Жидкости Гидроусилителя Это первое Ставить бачок Омывателя Это второе По поводу Антифриза Конечно Ну Звоночек Такой есть Надо будет Посмотреть Внимательно То есть Ушел уровень Ну не сильно Но ушел Куда-то делась У нас Грамм 400 Антифриза Не знаю Не знаю Будем наблюдать Все Всем спасибо За просмотр Всем счастливо Удачи Наблюдайте За проектом Будет интересно Пока